Новые детские и спортивные площадки, парковочные места, пешеходные дорожки и дороги общего пользования, озеленение территории, ЖКХ и развитие социальной сферы. О том, что было сделано за 2016 год, отчитался глава сельского поселения Медвежо-Озерская Владимир Канахин. Встреча с жителями прошла в местном Доме культуры. Также на отчете присутствовали депутат Мособулдумы Владимир Шапкин и заместитель председателя районного совета депутатов Сергей Игнатенко. Владимир Канахин начал с основных цифр бюджета поселения. Доходы бюджета составили 122 миллиона рублей, расходы 105 миллионов рублей. Профицит бюджета 16 миллионов. По сравнению с 2015 годом мы недополучили в бюджет поселения около 15 миллионов рублей. И все это связано с банкротством Щелковского районного рынка, которые не заплатили земельный налог, который имеет землю в нашем поселении. А это единственный федеральный налог, который весь 100% поступает на нужные нашего поселения. Большая работа в поселении проделана по благоустройству территории. Было установлено 6 детских и спортивных площадок с усовершенствованным покрытием. Приобретены лавочки, урны, детские игровые формы, спортивные тренажеры и стенды. Увеличилось количество парковок. Удалось сделать автостоянки в общей сложности площадью 1390 квадратных метров на 56 машин. По многократным обращениям и просьбам жителей появились новые и были отремонтированы старые пешеходные тротуары. Провели асфальтирование дорог в деревне Алмазово, деревне Шевелкино, в поселке Новый Городок и деревне Медвежье озера. В прошлом году был выполнен большой объем капитальный ремонт дорог. Если посмотреть, то могу сказать следующим образом. Деревня Алмазово, сейчас тысяча квадратных метров, это дорога по деревне. Деревня имеет свою историю, наверное, свыше 100 лет. Никогда там не было асфальтных дорог, сейчас она появилась. Почти на 2 миллиона проведены работы по озеленению территории. Вы знаете, что в конце лета ураган посетил наше поселение. И конкретно это часть Нового Городка и большую часть улицы Сосновой. Нам пришлось для того, чтобы убирать все вареные деревья. Они там считались не в десятках, а там 30-40 штук повалились. Соответственно, для того, чтобы уйти от конкурса федерального 44, нам пришлось ввести режим МЧС, для того, чтобы своевременно и быстро все это удалить. Большую долю расходов бюджета составляет капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства. По программе капремонта было отремонтировано 9 домов. Ремонт коммунального хозяйства ведется и по программе модернизации бывших военных городков. В частности, продолжается реконструкция котельной на территории поселка Новый Городок. Ведется замена инженерных коммуникаций. На эти работы пошло около 25 миллионов рублей. Здесь работы большие проводились и будут проводиться дальше. Я говорю, что как глава у меня почти ежедневно есть встречи с представителем водоканала, для того, чтобы все-таки довести до ума, чтобы этой проблемы больше у нас не только в городке, а вообще на всех наших улицах больше не было. Внимание уделялось вопросам социальной сферы. Так, в прошлом году был построен и введен в эксплуатацию детский сад на улице Юбилейная. Открыто отделение мать и дитя Балашихинского реабилитационного центра «Росинка». Для развития спорта тоже сделано немало. Новое спортивное оборудование и инвентарь, реконструкция и оформление спортплощадок, новый транспорт для перевозки спортсменов. Надо отметить, что в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти среди городских и сельских поселений Щелковского района по развитию спорта Медвежоозерское поселение занимает первое место. По всем показателям поселение занимает второе место после городского поселения Щелково. Среди сельских же первое. Вместе есть над чем нам работать, для того, чтобы улучшать и улучшать еще раз показатели. Но еще раз говорю, я вот как глава не работаю для рейтинга. Я считаю, что мы тоже все. Мы должны работать для блага наших жителей. Также Владимир Канахин обозначил проблемы и поделился планами, которые предстоит выполнить в текущем году. Среди них строительство уличного освещения на улице Сосновой, реконструкция уличного освещения в поселке Новый Городок, строительство зон отдыха и досуга молодежи. Жители остались довольны работой властей. Я очень доволен работой Владимира Николаевича. За то, что он думает о нашем сельском поселении и о наших сельских жителях. И всегда благоустраивает наше поселение. И это не первый раз. Всем довольна. По какому вопросу даже на улице остановишь, Владимир Николаевич, подскажите, а в чем дело. Молодец он говорит. Марина Познякова, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».